МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии заместитель начальника управления внутренней политики администрации Ленинского муниципального района Иван Самолин. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые жители Видновского края. Я хотела бы объявить тему нашей сегодняшней встречи. Это формирование новой общественной палаты. Но мы поговорим не только об этом. Поэтому смотрите наш эфир, звоните по телефону прямого эфира, который вы видите на экранах, задавайте вопросы нашему гостю. Ну а первая буду я. И я начну не с вопроса, а с сюжета, подготовленного нашими корреспондентами. Юрист Светлана Попова уверена, в общественной палате района она будет полезна и готова оказывать юридическую помощь населению бесплатно. Подготовив пакет необходимых документов, она пришла в общественную приемную Ленинского района. Я считаю, что это достаточно серьезный орган и что здесь, в принципе, дана возможность членам общественной палаты принимать участие в решении различных важных вопросов, которые непосредственно касаются также жителей Видновского Ленинского района. Каждый, кто стремится стать одним из большой команды общественной палаты, уже проявил себя в общественной работе. Новоиспеченный кандидат в общественную палату Екатерина Коровина давно является общественным деятелем. Коренная жительница Горок-Ленинских, она занимается экологическими вопросами не только в своем поселении. Когда общество имеет возможность на уровне власти почти принимать какие-то решения, непосредственно контактировать с властью, это, конечно, очень результативно, потому что специалист каждой области имеет возможность предложить правильные решения в своей области, в которой работает. До окончания приема заявлений остается всего неделя. По словам главного эксперта администрации Ленинского района Алины Кузнечиковой, среди тех, кто подал заявление, представители различных жизненно важных сфер – социальной, культурной, бизнеса, юриспруденции и других. Следующий этап – общественное обсуждение кандидатов и единый день голосования, который состоится 22 апреля в кинотеатре «Искра» с 10 до 17 часов. Всю информацию по правилам формирования нового состава общественной палаты можно узнать на сайте opmo.mosrec.ru или на сайте районной администрации. Татьяна Брылова, Владимир Беженов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Этот репортаж мы снимали еще, когда жители Ленинского района приходили и подавали заявление. Этот этап закончился 31 марта. Поэтому мы его как этап обсуждать не будем. А я хотела бы узнать, пришло время менять представителей в общественной палате? Потому что не так давно, мне кажется, сколько-то лет назад Общественная палата Московской области формировалась под таким девизом, как «перезагрузка». Действительно, пришло время, но я бы хотел поправить вас, Елена. Дело в том, что действительно сначала Общественная палата формировалась, первый этап – это с 1 по 31 марта. Но потом было решение Общественной палаты Московской области продлить, соответственно, до 7 апреля включительно. И 7 апреля, вот буквально недавно, закончился первый этап формирования Общественной палаты. А решение такое было принято из-за того, что было много желающих и в нашем муниципалитете, и в других муниципалитетах, и не все. Ну, как у нас принято обычно в последний момент. И было принято решение, да, не все успевали продлить до 7 апреля. Да, продолжая то, о чем вы говорили, действительно пришло время, потому что с того созыва Общественной палаты прошло уже три года, и каждые три года у нас идет формирование нового состава Общественной палаты. И сейчас, соответственно, закончился первый этап, начался второй, и активно граждане Ленинского района, нашего Видновского края, шли в МФЦ, в здание МФЦ, в 13-й кабинет, и подавали документы на то, чтобы стать кандидатом в члены Общественной палаты. Мы можем узнать, сколько человек зарегистрировалось в кандидаты? На данный момент в кандидаты общественной, в члены Общественной палаты Ленинского муниципального района зарегистрировано свыше 70 человек. А представители палаты общественной этого созыва могли участвовать? Да, конечно. Любой желающий, любой постоянно зарегистрированный житель Ленинского муниципального района имеет право подать документы, имел, соответственно. Постоянный, плюс несудимый, это понятно. И житель мог подать как от общественной организации, от общественного объединения, от инициативной группы, так и самовыдвиженцев. Не подводили статистику, у каких больше категорий? Больше от общественных объединений. Буквально сегодня в новостях перед нами уже прошел репортаж о том, как вчера кандидаты в члены Общественной палаты нового созыва рассказывали о себе. Это было в историко-культурном центре нашего города. Но я решила, что повторение мать учения, ничего страшного, если мы еще раз с вами увидим это, заодно и обсудим. Вели собрание действующий председатель Общественной палаты Ленинского района Владимир Ивлев и член Общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов. Многие претенденты на место в Общественной палате к презентации подготовились основательно, вплоть до использования наглядных материалов. Настрой у всех был боевой, и поговорить хотелось о многом, но опытный действующий председатель Владимир Ивлев во вступительном слове первым делом огласил регламент. Вступление кандидата отводим не более двух минут. Я буду засекать обязательно, то есть там ничего сложного не будет. Вам нужно рассказать вкратце о себе, откуда вы, а самое главное, мы все хотим услышать, для чего вы идете в Общественной палате Ленинского муниципального района. После выступления каждому кандидату можно задавать вопросы, но их также ограничили до двух. Все соискатели должны были подать заявку до 7 апреля. Надо сказать, что конкуренция среди тех, кто желает работать в Общественных палатах, высока. Всего по Московской области в Муниципальные общественные палаты подано более 6 тысяч заявлений. Средний возраст кандидатов – 44 года. Из них лишь около двух тысяч будут избраны в этот орган. В Ленинском районе подано 76 заявок, и только 31 человек будет избран. Член Общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов в своем выступлении подбодрил собравшихся и выразил надежду на совместную плодотворную работу в будущем. На обсуждение кандидатов из 41 заявленного пришло только 22 человека, видимо, самых решительно настроенных. Присутствовали в зале в том числе и действующие члены палаты, которые желали продолжить свою общественную деятельность. Для них исключения не делалось. Даже напротив, именно от них требовалось рассказать о реальных проектах, которые они смогли реализовать. Выступающие представляли самые разные организации – от благотворительных обществ до профессиональных ассоциаций. Естественно, что и фронт работы в Общественной палате каждый видел по-своему. Самое – это, естественно, сохранение зеленых на самом деле, и чтобы наш город видный был городом садом. Мне хочется, чтобы в нашем районе тоже создавались и как доступная среда, инклюзивное образование, толерантные отношения. Организую фестиваль народных традиций, который хочу, чтобы проходил в поселке Горгелинский. Практически все кандидаты в той или иной мере имеют опыт взаимодействия с муниципальными, областными или федеральными властями. Но отпущенных двух минут зачастую не хватало, чтобы кандидат мог рассказать о себе и своих профессиональных компетенциях. А потому в зале нередко возникала дискуссия. Часто выступающие затрагивали вопросы, требующие решения на областном, а возможно и федеральном уровне. Тогда уточняющие вопросы задавал и Дмитрий Боробов. У вас с администрацией, кандидатов, которые будут выступить на диалогах, и служители участвуют в ваших мероприятиях. Очередные обсуждения кандидатов в новый состав Общественной палаты Ленинского района пройдут 18 и 20 апреля. А 22 апреля 2017 года состоится единый день голосования. После с 1 по 31 мая пройдет утверждение новых составов Общественных палат в муниципальных районах. При этом треть состава будет утверждать лично губернатор Московской области, треть – Совет депутатов муниципалитета и треть – Общественная палата Московской области. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Я вот обратила внимание, очень много знакомых лиц, люди, которых мы знаем, которых мы показываем со своего экрана, но есть и незнакомые. Расскажите, вы присутствовали там, я вас тоже увидела на видеоряде. За две минуты, ну что успевали люди о себе рассказать? Это как раз было первое, самое первое общественное обсуждение. На самом деле, действительно, это все поделены на три части, на три группы. Первая группа – это от общественных объединений. И, как вы могли заметить, люди очень известные в нашем районе, мы можем смотреть их на мероприятиях, на праздниках, мы можем их видеть в акциях, которые они организуют. Действительно, это очень интересно, и я там присутствовал, и люди по-настоящему горят, горят своей идеей. Потому что лично знаком практически со всеми, лично общаемся, решаем какие-то много вопросов. И, на мой взгляд, очень важно, когда я там присутствовал, очень важно, когда я смотрел на этих людей, я прям лишний раз себе подчеркнул, те люди, которые идут в общественную палату, это должны быть люди, которые попадут в общественную палату. И большая часть этих людей, вы сейчас увидели в видеосюжете, должны быть люди, которые действительно идут делать добро, взаимодействовать, делать нужные и важные дела для района. Зачастую бывает, нельзя этого отрицать, ради просто какого-то самопиара непонятного никому. Это тоже присутствует, и это исключать не нужно. Люди, которых мы увидели, это представители общественных объединений Ленинского муниципального района. За две минуты было сказано об основных моментах. Кто я, что я, и быстро нужно было ответить, зачем я иду в общественную палату. А давайте вы как-то проанализируете все ответы на последний вопрос и скажете, зачем эти люди идут в общественную палату? Что они там говорили? По-разному. Я еще раз повторюсь, по-разному. Кто-то преследует свои цели. Но они же это слух, наверное, не произносят. Слух не произносят. Дело в том, что общественная палата, и она и в этом созыве, и в следующем она будет поделена на комиссии. И эта работа в каждой комиссии. Это комиссия по ЖКХ, это комиссия по культуре и по спорту, это комиссия по молодежной политике. Это разные, совершенно разные направления. И каждый себя находит в том или ином деле, в том или ином... Ну, ту отрасль, которую он представляет, в принципе, он может выбрать для работы в общественной палате. Да, конечно, это может быть и благотворительность. Вот мы видели, девушка выступала, у нее благотворительные проекты, у нее работа с детьми. И она не будет заниматься ЖКХ, потому что она в этом не понимает, она этого не знает. Или она не будет заниматься юриспруденцией. Она будет заниматься своей узкой направленностью. Она, там еще не один человек. Но такие люди, я уверен, попадут в общественную палату нового созыва. Те, кто будут и заниматься с детьми, и делать благотворительные акции. Вот мы сейчас просто говорим о том, как будет формироваться палата, и уже начали говорить, кем будет формироваться. Но мы не рассказали нашим телезрителям, а что это за орган такой общественной власти, и какое место он занимает в Ленинском районе? Общественная палата занимает огромное место в Ленинском районе. Это люди, в первую очередь, которые занимают активную гражданскую позицию. Это некий мостик. Не всегда можно обратиться, точнее, в администрацию можно обратиться всегда. Но порой проще обратиться к тому, кто ближе, в общественном объединении, или просто человека, я знаю, во, ты в общественной палате, подскажи. И порой человек подсказывает. Это первый пункт. Общественная палата нужна для взаимодействия, для реализации проектов и общественных инициатив, для поддержки общественных инициатив. Общественная палата имеет функцию контроля. Общественная палата взаимодействует с органами местного самоуправления. Общественная палата помогает и реализует проекты различного характера. Опять же, в комиссии они собрались, сели. Ну что, значит, что-то придумали, пошли в администрацию. Мы, соответственно, поддержали, помогли. Всегда поддерживаете? Я вообще, знаете, как хочу вопрос по-другому немножко задать. Вот я не могу спросить, какой контроль осуществляла общественная палата старого созыва, потому что вы в ней не находитесь. Но так как вы представитель администрации, вы, наверное, можете сказать о тех инициативах, с которыми приходили люди из общественной палаты. Палаты именно вот к вам обращались как к администрации, и которые получили дальнейшую жизнь. Это все инициативы не вспомнить. Это совершенно разный такой спектр. Это и помощь, опять же, детям, инвалидам. Это общественная палата активно у нас принимала участие в акции, которая была в прошлом году, 1 июня. Благовидная. Благовидная. Благовидная, да. Также общественная палата принимала участие. Общественная палата выходила с инициативой, когда... Не хочется это вспоминать. Слава богу, что в этом году было лучше. Не намного, но лучше. В следующем году будет еще лучше. Вышла с инициативой. Никогда не было у нас транспорта, чтобы чистить снег. К сожалению, его не было. Это был 2016... 2015-2016 год. Общественная палата вместе с ассоциацией вышли с инициативой провести операцию снег, выйти и где-то помочь. Помочь. Это нормально. Ну, то есть мы можем сказать, там никто не отсиживается. Какая-то работа идет, которую мы видим своим взглядом. Конечно. Не которой просто можно рассказывать на бумажке и отчитываться. В принципе, они ни перед кем не отчитываются? Они... Только сами перед собой, да? Сами перед собой и перед общественной палатой Московской области. Общественная палата Московской области ведет рейтинг. Рейтинг общественной палаты муниципалитетов. И каждый квартал, соответственно, есть три зоны. Зеленая, желтая, красная. Если общественная палата не ведет, допустим, ну и не рассказывает о своих делах зачастую, значит, это минус общественной палате. Если общественная палата не принимает участие в мероприятиях, это минус общественной палаты. И можно скатиться в красную зону. И это тоже... То есть мы можем сейчас кандидатам сказать, что вы не просто так отправляетесь представлять Ленинский район или сами себя. Вам придется там хорошенько поработать. Естественно, еще как придется поработать. Хорошо. И за этим, я еще раз повторюсь, за этим действительно очень следят. И не зря вот мы видели представителя общественной палаты Московской области. Я знаю, что он и к вам приходил в студию. Это так. Приезжают очень часто, общаются с кандидатами, делают для себя пометки. Каким же образом из 76 человек мы будем выбирать практически в половину меньше 31? Процесс сложный. Он имеет сроки четкие. Но будем избирать. Хочу сказать следующее. Что вот сейчас начался второй этап. Когда у нас, сейчас я посмотрю, соответственно, был предыдущий, когда мы смотрели, это были выдвиженцы от общественных объединений. 18 апреля еще будут общественные обсуждения. Мы всех жителей Видновского края приглашаем. 18 апреля в 17.00 это будут самовыдвиженцы. Также будут защищаться в историко-культурном центре. Поверьте, что касается того, что уже проходили общественные обсуждения. Проходили мимо люди. Ой, а что здесь? Я стоял на дверях. Здесь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Заходили, заходили, заходили. Садились в зал. Где-то на задних рядах, где-то как-то. Где-то постояли около двери, послушали. И выходили. Это очень важно. И это действительно важно. Ну, соответственно, 18 апреля в 17.00 будут самовыдвиженцы. И 20 апреля в 16.00. Дело в том, что не у всех была возможность прийти или в этот день, или в этот день. Общий будет день. Общий, да. То есть 20 апреля в 16.00 это будут те кандидаты, которые не успели. Допустим, не было времени в прошлый раз, 18 апреля не смогли. Соответственно, у них есть возможность прийти 20 апреля. Иван, скажите, а могут быть такие кандидаты, которые останутся в тени и решат не прийти ни в какой из дней? Могут быть. То есть это не обязательно? Но только голосов-то они потом получат меньше, да? Не обязательно, но это голосов получат меньше. И, соответственно, я напоминаю, что треть идет, треть кандидатов от общественной палаты Московской области, треть кандидатов от губернатора Московской области и треть от Совета депутатов Ленинского муниципального района. Соответственно, решение в любом случае мы, как представители и администрации, в том числе, мы тоже ставим для себя пометки, кто приходил, кто не приходил. Мы будем всю эту информацию передавать тем людям, кто принимает окончательное решение. Общественные палаты Московской области мы передавать не будем. Они присутствуют у нас на всех встречах, и они сами для себя ставят плюсики, минус, плюс, какие-то делают пометки, такой-такой проект реализовывал. Опять же-таки, в принципе, могут люди и все подходить, но дело в том, что нельзя раздвинуть рамки общественной палаты и будут уже смотреть, наверное, по отраслям, кто как формировать. Нет такого? Нет, нет. Единственное, что могу сказать, общественная палата должна быть разная. Вот я пыталась это. Люди, которые придут, естественно, будут смотреть на людей, чтобы они были все разные, чтобы они представляли разные интересы. Но если не пришел, не подал заявку представитель, который разбирается в ЖКХ... Или наоборот, все пришли от общественной организации, от многоквартирных, от Совета многоквартирных домов, и 31 человек занимается именно этой проблемой. Ну, кстати, такого быть не может, потому что в любом случае будут смотреть, будут выбирать наиболее ярких, наиболее тех людей, которые реально могут. И 76 человек, у нас такой ситуации нет. В Ленинском районе такой ситуации нет. В Ленинском районе все, вот буквально каждый, выходя к трибуне, это все люди разные, совершенно разных интересов, разных взглядов, разбирающихся в разных проблемах. Поэтому и ответы у них, почему я иду в общественную палату, были отлично друг от друга. Совершенно разные, совершенно разные. Несколько слов о выборах. Выборы. Это уже третий, это все еще второй этап. Второй этап. Он длится у нас с 1 по 30 апреля. Соответственно, это общественные обсуждения и выборы. Выборы у нас назначены на 22 апреля. 22 апреля в кинотеатре «Искра» с 10 часов. Можно будет прийти в холл кинотеатра «Искра» и проголосовать. Важно знать одно. Два. Первое. За кого хотите проголосовать? Второе. То, что можно ставить не одну галочку. Можно ставить 30 галочек. Потому что ровно 30, не 31, 30 человек. 30 человек войдут в новый состав общественной палаты. Соответственно, 30 галочек можно ставить. И по итогам этих выборов будет рейтинговая система. И по рейтингу будут смотреть, кто, как, куда пойдет. Хорошо. Если человек не знает, за кого он хочет проголосовать, он на месте может ознакомиться? Там, я не знаю, какие-то... Конечно, будет. Несколько слов о кандидате. Такая маленькая пиар-акция про каждого. Да. Будет, соответственно, информация на этом таком комиссии. В этой комиссии в «Искре» будет информация о кандидатах. Можно будет ознакомиться, кто чем занимался, кто какую организацию представляет. Если самодвижение, соответственно, краткая биография об этом человеке, можно будет почитать, ознакомиться, прийти и проголосовать. Иван, ну это же немножко отличается от выборов, которые общегосударственные. И я хотела спросить, а можно ли агитировать за себя в этот день? Вот если кто-то из кандидатов придет в этот день в фойе кинотеатра «Искра» и будет разговаривать с людьми и доказывать, что надо проголосовать, в том числе и за него. Это не будет каким-то нарушением? Нет. Это не прописано в регламентах. Можно будет, соответственно, и присутствовать, и смотреть, как проходят выборы. И привести своих близких, родных, я не знаю, чтобы все проголосовали и ввести пиар, акции, агитации. Ну, конечно, это, наверное, все-таки не очень корректно смотрится. Все-таки мы привыкли, что в день выборов... Знаете, что общественник, он должен быть пробивным. Но здесь вопросов нет, Елена, согласен. Поэтому, если все в твоих руках, правильно, если хочешь представлять, веди всех тещу, тесть, жену. Это однозначно. Всех, кого на улице встретите, тоже с собой ведите. Мы всех призываем, чтобы, во-первых, если человек представляет общественную организацию, и он ее представляет, то, соответственно, его общественная организация, общественное объединение должно прийти полностью, еще привести родственников, чтобы все проголосовали. Это однозначно. И говорил, я выступал в конце, с краткой речью, я призывал всех прийти 22-го в Искру со всеми родственниками и проголосовать. Опять же таки, я еще хочу обратиться к нашим телезрителям. Не обязательно должны быть люди аффилированные. Вот каждый из вас, даже кто не знает кандидатов, придите, поинтересуйтесь, а кто будет представлять общественную палату Ленинского района на три года последующих, как мы понимаем. За три года, да, это такой достаточно большой срок. За три года можно действительно выдвинуть множество инициатив и на обсуждение, и реализовать их. Когда мы уже увидим сформированный состав? Сформированный состав нового созыва общественной палаты мы увидим 31 мая. То есть это третий этап. Это как раз с 1 по 31 мая будут как раз формироваться вот эти вот равные части. То есть общественная палата Московской области, губернатор Московской области и совет депутатов Ленинского района. То есть три равные части в этот период времени будут формироваться. Уже весной будут известны фамилии тех людей, о которых мы сегодня так долго говорили. А я хотела бы продолжить тему общественных объединений и спросить, как в Ленинском районе, вот кроме общественной палаты, представлены общественники? Насколько они инициативны и какая от них помощь? В Ленинском районе по-настоящему очень много активных людей. И даже не просто людей, состоящих в каких-то объединениях, а просто активных. Это действительно есть. И это правда. И многие из этих людей не пошли в общественную палату. Кстати, многие не пошли в общественную палату, они просто делают добро и делают какие-то важные вещи, например, у себя во дворе. И не всем нужно, не все хотят, не все захотели. Ну, соответственно, активных людей очень-очень много. У нас больше 50 общественных объединений в Ленинском муниципальном районе. Недавно создалось отделение Ассоциации Советов многоквартирных домов. Сейчас у нас формируется общественная палата нового созыва. У нас есть общество инвалидов, которое очень активно ведет свою работу. Сейчас и исполняющая обязанности председателя пошла в общественную палату. Я не называю фамилии, чтобы лишний раз не, мало ли, перед выборами. Мы же сказали, что все, что не запрещено, разрешено. Поэтому имеем право. Да, право-то имеем. Но все равно. Все должны быть. Будем осторожны. Не будем никого выделять. Будем осторожны, да. Очень много. И у нас много экологических организаций. И вот последний субботник, кстати, который прошел на прошлой неделе, он показал, что общественная организация, вот есть, за раздельный сбор мусора, вышла с инициативой, например, вышла с инициативой на одной из площадок, самой массовой, которая у нас была в Ленинском районе, собирать раздельно мусор. И вот, соответственно, опять же, я не называю фамилией, потому что представитель идет в общественную палату, взяла микрофон, ей дали микрофон, были закуплены мешки разных цветов, соответственно, всем жителям, кто пришел на субботник, было разъяснено в этот мешок это, в этот мешок это, в этот мешок это. А самое главное, было разъяснено, зачем это делается, потому что вторичная переработка и так далее и тому подобное. Справились? Справились. К концу, конечно, устали сортировать, но большую часть, 95,5% точно был раздельный сбор мусора. А я еще хотела сказать, мы же начали с того, что просто люди, общественники, нигде не участвуют, не состоят, но известны даже в своем дворе. Не так давно мы премию получали, Ленинский район, в том числе от губернатора Московской области премию, как она называется? Подмосковья. Наша Подмосковья, да. И там в том числе наших-то было очень много, и как раз вот именно за лучший двор они там украшают сами. Да, кстати, кстати, в этом году совсем скоро, пока не могу сказать даты, когда именно начнется прием заявок премии нашей Подмосковья, но уже вот совсем скоро, я думаю, что это будет недели через 2-3, уже будет ясна дата. Да, в этом году чуть-чуть пораньше это все происходит. В том году заявок в Ленинском районе было около 500, то есть около 500 заявок подали наши жители на премию нашей Подмосковья. 48 из которых стали лауреатами премии. Это достаточно большой показатель, и это реальная премия. Люди получают, опять же... Начнем с того, что это реальные дела. Реальные дела, реальная премия. Нет, реальные дела это несомненно, потому что, вы знаете, ну я соглашусь, зачастую, может быть, и подаются премии, и такое есть, когда, ну, вроде ты даже не видел, там ничего нет. Ну, бывает такое, бывает. Скрывать это не буду, но ведется очень строгий отбор. И те люди, которые, они сразу на этапе защиты проектов, когда они защищают проект, когда они... Да, ну, сразу два-три вопроса, и все понятно. И комиссия сразу ставит галочки себе. Ну, либо минусы. Либо минусы. Точно уж не плюсы. Да. Вы называли очень много общественных организаций, но почему-то промолчали о молодежных, а у нас их очень много, и все очень инициативны. Ну, про молодежь я могу говорить часами. Ну, к сожалению, мы не можем вам предоставить такую возможность, но какое-то время уделим мы этому. Да. В прошлом году, я хочу начать с этого, в прошлом году прошел первый, первый лагерь молодежного актива, который назвали «По делу». И название такое звучное – «По делу». Соответственно, после этого лагеря молодежного актива, сами того не ожидали, но мы получили очень серьезный результат. Сразу после лагеря молодежного актива мы увидели постепенное создание территориальных советов молодежи. То есть, молодежный совет, я уже промалчиваю, что он существует, и он организовывал отчасти тот форум лагеря молодежного подела именно тот 2016 года. Но потом у нас от молодежного совета начали создаваться территориальные ячейки. Это как от дерева начали ветки расти. Да, как от дерева ветки. Это действительно так. Мы даже не думали, что это произойдет настолько быстро, настолько стремительно. И у нас есть территориальный совет молодежи «Старый город», у нас есть территориальный совет молодежи «Завидное», есть территориальный совет молодежи «Северный», это расторгуевская часть, Территориальный совет молодежи Молокова, поселок Володарского, у нас в Горках хороший территориальный совет молодежи, такой достойный. Вот так вот. И ребята, соответственно, очень активно включаются в работу. Совсем недавно, кстати, 1 апреля, я присутствовал на дне рождения у территориального совета молодежи Завидное. Было безумно интересно. Сколько там было? Четыре месяца? Нет, один год. Уже один год. И все пришли с тортами. Все. То есть все пришли с тортами. ТСМ один год. Это было очень смешно. Но и ребята, в чем даже хочу сказать вам, Елена, на вот этом дне рождения, в конце... В следующий раз приглашайте телестудию. Мы тоже любим торты. Кстати, ваш сотрудник Юлия Погосян присутствовала. Я о съемочных группах говорю, а не о представителях. Ну, хорошо. Соответственно... Так, один годик. Да, один годик. Один годик. Это был первый территориальный совет молодежи. Сейчас, сейчас, сейчас закончу. А их уже? Их уже. В каждом поселении. А в Видном так и не одно. Не в каждом. Не в каждом. У нас пока еще не в каждом. Но скоро будет в каждом. То есть есть куда расти. Да, есть куда расти, конечно. Соответственно, что важно. В конце праздника вышел председатель и было озвучено о том, что территориальный совет молодежи сблизил двух людей. Скоро там будет свадьба. То есть, действительно, благодаря вот этой молодежной ячейке, там люди-то разные совершенно. И вот ребята скоро поженятся. И это, на мой взгляд, очень здорово. Все, естественно, совершеннолетние. Все здесь. Здесь все хорошо. Мы не подсоревали. Там молодежь. Молодежь совершенно разная. Молодежь до 28 лет, насколько я помню, какие-то параметры раньше назывались. Знаете, молодежь до 30 лет. Мы растем. Мы растем, да. Молодежь до 30 лет. Например, председателем молодежной организации можно быть до 35 лет. То есть вот такой вот разброс. Вот вы несколько слов до этого говорили, упомянули о субботнике. А вот молодежь наша, кроме того, что встречается, влюбляется и женится, хорошо ли показывает себя? Нет, они еще делают дела. Работает. Вот хотя бы на субботнике. Как было представлено? Могу перечислить сейчас мероприятия, которые делают ребята. Я буду перечислять только, наверное, минут 20-30. Работает. Хорошо сказали. Пришли на субботник. А по поводу субботника. Я лично присутствовал. Я могу говорить о том, что я лично видел. Лично видел, лично присутствовал на улице Ольховая, соответственно, на субботнике. Территориальный сайт молодежи и молодежный сайт был представлен достаточно сильно в первых рядах. Даже на телеканале 360 также их можно было лицезреть, потому что ребят было много. Они принимали активное участие. Конечно, и кашку кушали, но это хорошо. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. У меня просто в Инстаграме, я, соответственно, выкладывал фотографию, очень много каши. Мне даже написали, зачем вы столько каши выкладываете? А мне нравилось, просто все кушали. С аппетитом, потому что устали и хорошо работали. У меня вопрос, который... Я не могу не сказать. Давайте. Не могу не сказать. Про молодежь еще чуть-чуть. Территориальный сайт молодежи. Да, я поняла, что вы не можете эту тему ставить. Старый город. Говоря о делах. Территориальный сайт молодежи, старый город. 22-го. У нас же был не один субботник, а еще будет 22-го числа. 22-го, соответственно, апреля. Вышел с инициативой. И, знаете, часто смотришь в социальные сети и пишут, жители старого города, как-то не очень настроены к жителям нового города. Есть некое противостояние. Да, некое такое, оно чувствуется. И вот территориальный сайт молодежи, старый город, символическое название, вышел с инициативой посадить в новом микрорайоне, то есть прийти в гости к территориальному сайту молодежи «Завидное», и посадить там яблони. И назвать эту акцию «Видное», я не знаю, «Сердце городских садов». В «Видном» все так же яблони цветут. То есть чтобы не только на улице Заводской, на улице Садовой мы видели эти прекрасные цветы по весне, белые, вот эти «Видном» все так же яблони цветут, но и в «Шестом» микрорайоне, и дальше. Да, и я думаю, что скоро и на «Видное ТВ» мы увидим репортаж про эту акцию. Я надеюсь, Елена. Слово не услышите, конечно, покажем. Главное, не что мы покажем, а главное, что инициатива не просто родилась, чтобы она проросла, как те яблони, которые будут посажены 22-го. Я буду 22-го завидной, но эту акцию поддержала еще наша Центральная библиотека, поддержал ЗАГС, соответственно, поддержал. Кстати, мне звонили из МАУК ВДК. Поддержали МАУК ВДК, насколько я знаю, потому что интересовались этой акцией с вашей, соответственно, телестудии. Вы, наверное, еще не в курсе? В курсе. Мы все, как знаете, что нужно в жизни сделать, в том числе и посадить дерево. Мы все готовы выйти и сажать деревья не только в новых микрорайонах, старых микрорайонах. Да, но и рядом с тобой. Да, но и в это украшать тоже нашу студию. У нас тоже нет ни одного пока плодового дерева. Но это важно, ведь это история города, и все знают, и песни замечательные, видно, все так же яблони цветут. И мне кажется, сейчас самое логичное вспомнить еще об одной акции, это «Лес Победы», которую предложило правительство Московской области. Несколько слов и о ней. Несколько слов об акции «Лес Победы». Акция «Лес Победы» пройдет в Ленинском муниципальном районе, как и во всей Московской области, 29 апреля. В Ленинском районе это будет масштабная акция. Она пройдет, соответственно, будет посажено более 1100 саженцев, деревьев и кустарников. Основная площадка, и мы всех приглашаем, это будет поселок Ново-Дрожжино. Это даже у меня записаны дома. Дома номер 11, 13. Там будет посажено 119 саженцев. Центральная детская площадка между домами номер 9, дробь 2 и 13, 48 саженцев. И детская библиотека 34 саженца. Мы всех приглашаем и на центральную площадку, но не забываем про наше поселение. И, соответственно, город «Видное», а также во всем Ленинском районе будет акция. Адреса я сейчас все перечислять не буду. Это более 16 площадок. Соответственно, можно будет посадить саженцы. Все адреса вы можете увидеть на сайте администрации Ленинского муниципального района. Там в главной новости «Лес Победы». Заходите, смотрите, присоединяйтесь к этой очень важной и нужной акции «Будем сажать деревья вместе» 29 апреля. Вот мы сейчас заговорили о Победе, и это будет происходить в преддверии Дня Победы. У меня вопрос. Клоун Алекс просит вас, Иван, поздравить ветеранов в преддверии Дня Победы. И есть у него некоторые пожелания исполнить куплет из этой замечательной песни «День Победы». Уважаемый клоун Алекс, Александр, соответственно, я бы с удовольствием спел песню, но я болею. Мне не очень сейчас удобно это делать, но я не стесняюсь. Я действительно иногда пою, но не сегодня. А вот поздравить ветеранов с приезжающимся праздником, я это сделаю с огромнейшим удовольствием. И поздравлю. Уважаемые ветераны нашей великой страны, нашего Ленинского района, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, узники фашистских концлагерей. Уважаемые наши, мы вас очень ценим, любим. И я вот недавно говорил, и скажу еще раз, самое главное, вот есть три слова, это когда желают, да, три таких дежурных. Это любви, счастья, здоровья. Но иногда, когда говоришь, любви вам, счастья и здоровья, как-то это три слова эти проскальзывают. Вот сейчас, и вы мои слова уже слышали, я еще раз скажу, в эти три слова я вкладываю все самое дорогое и самое ценное. Любви в душе, счастье в жизни. И самое главное, это здоровье, потому что здоровье, это очень важно. И этого я вам желаю. Тем более в преддверии такого важного и святого дня. Для всех россиян. А у меня две минуты до конца эфира, как подсказывает мне режиссер. Вопрос от Олега Киселева на нашу основную тему, с которой мы начинали формирование общественной палаты. Какой смысл проводить выборы, спрашивает он, если ее формирует на одну треть губернатор, совет депутатов и так далее. Смысл, естественно, есть. И смысл очень большой, потому что при формировании как раз 1 по 31 мая в первую очередь учитывается мнение жителей. Вот этот рейтинг, который будет составлен. Это рейтинговая система. То есть у каждого человека будет определенное количество голосов. И будет выстраиваться рейтинг. И на этот рейтинг, поверьте мне, будет смотреть и губернатор, и общественная палата Московской области, и совет депутатов Ленинского района в том числе. Это очень важно. Всегда мнение людей, это очень важно. И здесь есть определенная система. Это не просто так, пришел, поставил галочки и ушел. Здесь есть четкая система рейтинга, на которую будут смотреть те люди, кто будет формировать по трети. Давайте еще раз напомним, 22 апреля кинотеатр «Искра», я, к сожалению, не помню часы. С 10 до 17.00 кинотеатр «Искра» 22 апреля мы всех ждем, всех жителей Ленинского района, нашего Видновского края, прийти, призываем прийти, проголосовать, провести свою гражданскую позицию, познакомиться с членами общественной палаты. И также 18 и 20 апреля прийти на общественное обсуждение, чтобы увидеть, и поговорить, и пообщаться с теми людьми, кто, с кандидатами, но, возможно, с теми людьми, кто будет составлять общественную палату Ленинского муниципального района. Время нашего эфира подошло к концу. Мы прощаемся с нашими телезрителями. Я благодарю вас и напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Иван Самолил, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Ленинского района. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...